Российская типография выпустила большую иллюстрированную книгу Тараса Бульба Николая Васильевича Гоголя. Основой стали полотна народного художника СССР Александра Герасимова, над которыми он работал 40 лет. Это когда Тарас с Остапом Андреем, так сказать, вот въезжают в Запорожскую сечь. Образ Тараса Бульбы с этой акварели и украсил новую книгу. Все иллюстрации художник Александр Герасимов отобрал ещё в 1953-м. Но увидели свет они лишь в этом году. Многие произведения представлены широкой публике впервые. Собирали их из частных коллекций фондов российских музеев и Донецкого художественного. Больше полугода назад издательство запросило у нас право на воспроизведение принадлежащих нам больших акварелей замечательного советского художника Александра Герасимова, который работал над темой Николая Васильевича Гоголя. У него более 400 произведений. В 2020 году книга в подарочном варианте вышла. И, в общем, большая гордость, что лучшие иллюстрации принадлежат нашему музею. Акварели Александра Герасимова в наш художественный музей поступили в 60-х годах из Москвы. Не раз экспонировались, но впервые в этом году были оцифрованы, чтобы войти в книгу. Изнан Тарас Бульба тиражом в 3000 экземпляров. Четыре подарены Донецкому музею, и один из них – библиотеке имени Крупской. Эта книга попадет в нашу коллекцию книг полиграфических шедевров. И своих физических, и переплетных, и полиграфических свойств. Книга украшена цветным тиснением названия книги и автора. И также блинтовым слепым тиснением на основной иллюстрации покровного материала. Книга также отличается своим качеством исполнения бумаги. Это мелованная бумага, которая отличается своим высокостойкостью и высоким качеством исполнения. Напомним, события повести Николая Васильевича Гоголя происходят в среде запорожских казаков в первой половине 17 века. В ней описана история казацкого восстания, которая длилась год с 1637 по 1638, подавленного гетьманом Николаем Потоцким. Одним из прообразов Тараса Бульбы стал куриной атаман войска Запорожского Ахарим Макуха. Прочитать знаменитое произведение Гоголя в новом иллюстрированном формате сможет любой желающий в библиотеке имени Крупской. Храниться книга будет в секторе редких изданий.